официально представлена toyota mirai второго поколения водородной энергии хватает для запаса хода 640 километров совершенно новая toyota mirai была представлена к 2021 году с надеждой на рост потребления автомобилей на водородных топливных элементах новая модель приобрела смелый вид построена на новой платформе и использует новую систему водородных топливных элементов которая включает тройной топливный бак для увеличения запаса хода новая toyota mirai была спроектирована так чтобы быть более привлекательной для покупателей и поэтому избегает неуклюжего внешнего вида своего предшественника ее пропорции и детали почти напоминают lexus включая широкую решетку радиатора более острые фары заднюю световую полосу во всю ширину и длинный капот а также выбор между 19 или 20 дюймовыми колесами построены на платформе toyota g и l которая также лежит в основе lexus ls и lexus lc mirai сделал шаг вперед на рынке представив роскошный седан mirai питается от новой топливной установки которая включает себя литий-ионный аккумулятор и электродвигатель аналогично полному гибридному автомобилю с бензиновым двигателем сам топливный элемент вырабатывает электричество и поддерживается небольшой батареи оба питают электродвигатель приводящий в движение задние колеса общая выходная мощность системы составляет 172 лошадиных сил официального времени разгона до 100 километров в час пока что нет но toyota обещает плавное и линейное ускорение три водородных бака могут хранить пять с половиной килограмм топлива по сравнению с четырьмя с половиной килограмм в старом автомобиле что по утверждению toyota достаточно для запаса хода в 640 километров а это на 30 процентов больше чем у предыдущей модели естественно а выброса говорить не приходится toyota заявляет что мирай на самом деле является автомобилем с отрицательными выбросами который очищает воздух во время движения в основном благодаря каталитическому фильтру воздухозаборники системы топливных элементов новым мираем второго поколения управлять стало легче чем предыдущей версии с новой многорычажной передней и задней подвеской помогающие улучшить стабильность комфорт и отзывчивость автомобиля toyota заявляет что платформа мирая также обладает преимуществами низкого центра тяжести и превосходных динамических характеристик toyota заявляет что улучшив расположение компонентов системы водородных топливных элементов она высвободила дополнительное пространство в салоне автомобиля при этом увеличенное пространство для ног пассажиров на задних сидениях является главным преимуществом изменения в самом интерьере небольшие теперь изображение показывается на 12 дюймовом информационно-развлекательном экране уменьшился размер дисплея приборной панели и появилась обилие кожаной отделки toyota прогнозирует что она продаст в 10 раз больше новых мир аев чем автомобили первого поколения увеличение продаж вероятно будет зависеть от улучшений в немногочисленной и медленно растущей сети водородных заправочных станций цена toyota mirai второго поколения будет начинаться от 60 тысяч долларов на этом все не забудьте указать комментариях как вам новый toyota mirai подпишитесь на канал и поставьте лайк если считаете что автомобили будущего стоят очень дорого но если вы хотите поставить дизлайк то объясните свой выбор в комментариях